Всем привет! Вы на канале Справочник Студента. В этом видео я расскажу вам, как написать тезисы к вашей курсовой и дипломной работе. И, конечно же, покажу это на визуальном примере. Так что, если твоя настоящая или будущая задача – это написать тезисы к своей курсовой или дипломной работе, досмотри это видео до конца. Видео будет очень полезным. Поехали! Итак, перед тем, как мы начнем, давайте разберемся, что из себя представляют эти тезисы. Тезисы – это самая главная информация из вашей работы, которая представлена кратко. На самом деле, требования к написанию тезисов бывают разные. Объем тезисов может варьироваться от 2 до 6 страниц. Требования к оформлению также могут быть различные. Иногда они пишутся шрифтом Times New Roman 10, иногда Times New Roman 14. Есть тезисы, которые оформляются через полуторный интервал, другие – через множитель или одинарный. И как же понять, как мне писать и оформлять тезисы, спросите вы? Все просто. Вы можете попросить у преподавателя пример уже написанных тезисов, методичку к их написанию, или просто спросить, как их оформлять. Тезисы могут в себе содержать только теоретическую информацию, если у вас полностью теоретическая работа, или теорию, результаты вашего исследования, или рекомендации, если ваша работа имеет практический характер. И вот, когда вы узнали требования к вашим тезисам, вы можете приступать к работе. Но как сделать из работы, например, 30 страниц тезисы на 4 страницы, чтобы в них отражался весь смысл вашей работы? Придется посидеть, подумать, что-то прибавлять, что-то добавлять. Вообще тезисы можно назвать творческой работой, в которой задействованы такие операции мышления, как синтез, анализ, критическое и творческие виды мышления. С чего же начать? Сначала нужно в Word документе выставить необходимые поля, интервал и шрифт. Я возьму такие значения. Поля левая, нижняя, верхняя 2.5 и правая 1.5. Интервал полуторный, шрифт Times New Roman 14. Будем ориентироваться на 4 страницы. Когда оформление выставлено, начинаем делать шапку тезисов. Это ваши личные данные. Например, предположим, что это работа студента группы Московского государственного университета, Иванова Ивана Ивановича, руководитель которого доктор педагогических наук Петров П.П. Продолжение следует... Шапка обычно делается по центру, полужирным шрифтом выделяется фамилия и инициалы студента. Через один пробел большими буквами пишем название вашей курсовой работы. Тезисы мы будем делать к теоретической курсовой работе по педагогике на тему Особенности культуры поведения детей младшего школьного возраста. Объем основной части работы составляет 30 страниц. Начинаются тезисы с актуальности вашей работы. Берем актуальность из этой работы и копируем в наши тезисы. Так как тема нашей курсовой работы относится к культуре поведения младших школьников, желательно под актуальностью поместить информацию про то, кто изучал эту проблему в науке. У нас есть такая информация. Копируем. Это будет вступлением в наших тезисах. Переходим к основной части. Просматриваем все подразделы курсовой по очереди и копируем самое важное из них. По нашей теме обязательно копируем определение, что такое культура поведения. Лучше скопировать пару вариантов. Ст Spoiler 5 Продолжение следует. Получше. По алкете. Переходим от одерж Whoever спасет на рангв dato, Паррел Bulбога. Ча. Получше montón. Я выбрала три варианта. Я выбрала три варианта. Мы рассматриваем под пункт 1.2. Нам нужна небольшая информация про младший школьный возраст. Есть. После этого ищем информацию про особенности воспитания культуры поведения в этом возрасте. Берем несколько мнений ученых. Продолжение следует. Сделали. Теперь переходим ко второму разделу. Пункт 2.1. Педагогические условия формирования культуры поведения у младших школьников. Также ищем несколько мнений про эти педагогические условия. Есть. И теперь последний пункт 2.2. Формы и методы воспитания культуры поведения в начальной школе. Анализируем этот пункт и выделяем самое важное. Выберем краткую информацию по формам и методам воспитания культуры поведения, так как места в тезисах остается мало. Еще один важный момент это не забывайте копировать имена ученых, мнения которых вы используете. Или номер источника в списке использованной литературы. Это вам все понадобится, когда вы будете составлять список литературы к тезисам. Да-да, к тезисам также должен идти отдельный список литературы. Итак, у нас получилось почти 4 страницы тезисов. Заканчиваются тезисы выводами. Выводы должны быть также краткими. Если у вас получается немного больше, чем 4 страницы, можно поубирать списки с нумерацией и поставить их в одно предложение. Или убрать несколько предложений, которые не несут большой ценности. Последний штрих в написании тезисов в курсовой или дипломной работе это оформление списка литературы. Когда вы скопировали все источники, вам нужно будет сделать их список по алфавиту и в квадратных скобках в конце абзаца указать номер источника в этом списке литературы. Именно списки литературы к тезисам. У нас получился такой список литературы. Хочу отметить, что список литературы к тезисам не считается в общий объем работы, поэтому его можно поместить и на пятой странице. Вот такие тезисы к курсовой работе у нас получились. Если же у вас практическая работа, то в тезисы нужно внести краткие результаты исследования. Например, мы провели исследование уровня нравственной воспитанности детей младшего школьного возраста. По результатам исследования было выявлено, что высокий уровень нравственного воспитания имеют 30% испытуемых, средний уровень у 40%, 30% имеют низкий уровень нравственного воспитания. Если у вас есть составленные рекомендации, также внесите их в краткую сущность тезисы. Если эта информация была для вас полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и напишите в комментариях, какую студенческую работу вы сейчас пишете. Всем пока!